Поединок с судьбой Ну, слава Богу, кажется, успели Успели, господа А вон там какой-то человек Это, кажется, Шкипер Роджерс Атос, где ваш платок? Давайте сигнал Сейчас Милорд, я здесь, я здесь Ну, вот и ответ Вижу, вижу, милорд, да-да Это ответный пароль Я узнал вас, узнал Но послушайте Вы не Шкипер Роджерс Кто вы такой и что вам угодно? Роджерс сломал ногу А я его брат, заменяю его Он поручил мне встретить вас И доставить до места Что вы на это скажете, Арамис? Довольно Правдоподобно В таком случае В шлюпку Разыгрывается шторм Черт, какой низкий потолок Что это? Склянки И вот половина двенадцатого Эй, Шкипер Сколько людей на Филуке? Четверо, сударь Я пятый Д'Артаньян Да что с вами? Вы как будто опасаетесь Все хорошо Мы на Филуке Идем во Францию Слишком хорошо, Портос Это и странно Перестаньте каркать Я хочу есть И спать Каютка маленькая Но На одну ночь сойдет Хорошо, что мы все вместе Так, спокойнее Устраивайтесь А я осмотрю Филуку Шкипер Идем Кушаю А вот это трюм Сударь О Сколько здесь бочек-то А что в них? Портвей Мы везем портвей Значит, мы не умрем от жажды И что, они все полны? Одни полны Другие пустые Да? А почему так? Ну Сегодня пустые А завтра полные По-разному воят Сударь, по-разному же Как будто все в порядке Не похоже, чтоб тут была засада К утру мы должны быть в баллоне Да-да К утру вы будете В баллоне, сударь Будете Ну что ж, любезный Пойду-ка я Спокойной ночи, сударь Я здесь Он ушел Меня даже пот прошиб, когда он начал осматривать бочки Вы же за ними прятались Мордав Шлюпка готова Та самая, на которой мы приехали Легкая и крепкая Так Привяжите ее канатом к корме Оставьте на ней весла, чтобы она шла за филукой Хорошо Поместите запас рома и сухарей Только осторожнее Осторожнее, чтобы они не заметили ничего Так они уже давно храпят, не беспокойтесь Ах, ну и качка Терпеть не могу море, особенно в шторм Счастливец Портос Храпит, как у себя в замке Попробуем и мы заснуть, друзья Двенадцать часов Чем побери Пить хочется Ну что ж Давайте кружку, Аремис Я сейчас принесу Там в трюме пять бочек портвейна Отличная идея У одной бочки, по-моему, даже кран есть Неудобно Надо попросить разрешения, Тартанет Вот еще Все, что вокруг Атос Принадлежит Богу Я сам попрошу разрешения Несите, несите вино, Тастанет Я быстро проскользнул Копыш Так А вот и бочки Где-то тут Где-то тут была бочка с краном А, вот Что такое Кто-то идет Так и есть А ну-ка Спрячусь За бочки Фитиль Фитиль с вами Гросло Да Давайте Мордаунд Где полные бочонки? Вот эти У этой крана Чтоб прикрепить фитиль Сколько времени будет гореть фитиль? Минут пять, чуть меньше Предупредите людей Шлюпка идет за филукой Как собака за хозяином на крепком канате Четверть первого соберите людей Сначала надо поджечь фитиль Это мое дело Я никому не доверяю Я хочу быть уверенным Что моя месть Свершилась Когда склянки пробьют Половину первого Я спущусь в трюм А вы посадите своих людей В шлюпку Запомните Склянки это сигнал И вам, и мне С ударом склянок Я подожгу фитиль Весла в шлюпке Ром, сухари Все готово Мне нужна будет минута Чтоб присоединиться к вам Еще одна Обрубить канат Наляжем на весла И тут Все запылает Ужасающий взрыв Осталось 20 минут Лучше бы поручить Зажечь фитиль Кому-нибудь из моих людей Капитан Мардаунд Это самая опасная часть дела Нет, я сделаю все сам Это моя месть Они спят Спят, ничего не подозревают О, наконец-то Наконец-то Бог отдает их в мои руки Наконец-то Господи Идемте, Грослова Идите Я еще раз проверю бочки Не задерживайтесь Не задерживайтесь, Грослова Ну что ж Полковник Грослова У меня нет другого выхода Аромеис Аромеис Дартаньян Что с вами? Ничего Вы в крови, вы ранены Ничего, все в порядке Объяснять нет времени Будите Портоса Только тихо Я разбужу Атоса Давайте, Портоса Что? Атос, проснитесь Дартаньян? В чем дело? Господа, слушайте Хозяин Филуки Полковник Грослова Что? В бочонках Порох Человек, который поднесет фитиль Мардаунд Мы погибли И будем защищаться Я убью его И мы овладеем Филукой Тихо Филука Заминирована Мардаунд способен взорвать себя Вместе с нами У нас только одно спасение К Филуке привязана шлюпка Спустимся в нее И перережем канат Но ради неба Тихо Иначе мы пропали Осталось несколько минут За мной, за мной Аромеис Если Грослоу Нас обнаружит А, Грослоу мертв Я убил его За мной Вперед Фонарь Гасите фонарь Ну что? О, все здесь Все в шлюпке Все, все Режьте канат, Атос Сейчас Вот так О, самое время Склянки отбивают половину Ну, теперь за весла Наше спасение в быстроте Налегайте Еще Еще Налегайте Быстрее Еще Смотрите На палубе На палубе Человек с факелом Это Мардаунд Еще 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 Впереди Они Однер Ужили Рабажу Шлюпки Господи, помоги! Господи, помоги! Еще бы пять минут. Какое счастье, что Рамису захотелось пить. Адский костер в бурном море. Страшно. Клянусь Богом, на этот раз, кажется, кончено. Да, на этот раз и вправду, кажется. Все, все. Теперь только грести, грести изо всех сил. Ах, скорей бы во Францию. Все родное, знакомое, близкое сердцу. Да? Даже кардинал Мазарини, а, Нартаньян? Ой, по чести, я о нем и забыл. Лучше было бы, если бы он забыл о вас. Ах, скорей бы. Ах, скорей бы. Ах, скорей бы. Что? Не может быть, они вправду помогали карлу? Говорят, мансиньор, они чуть было не спасли короля от плена. Не может быть. Вот эти, вот эти двое и их друзья. Граф Делефер и шевалье Дербле, то есть аббат Дербле. А, те, кто помог сбежать герцогу Бавхору. Да, мансиньор, да, они. Ну, знаете, я итальянец, комменш, я и сам умею надувать людей, но не терплю, когда надувают меня. Они вернулись? Наверное, вам для им больше делать нечего. Капитан Комменш, берите отряд гвардейцев и скачите в Булонь. Арестовать изменников. Всех четверых, ваше высокопресвященство? Нет. Граф Делефер и этот аббат, их я не посылал к Ромбелю. Они были вправе поступать, как хотят. Кроме того, это вызвало бы возмущение сторонников Бафора. Принцев не стоит дразнить гусей Комменш. Но Д'Артаньяна и этого надутого дювалона арестовать и отправить в мой замок Рюэль. Немедленно. В замке крепкие запоры. Вот и Булонь. Теперь разойдемся, друзья. Я не понимаю, Д'Артаньян. Зачем нам расходиться? И я не понимаю. Мазарини послал нас к Ромбелю, а мы вместо этого служили королю Карлу. Мазарини может арестовать нас. Арестовать? За что? Да за то, что мы ему изменили, Портос. Если нас попытаются арестовать на глазах у наших друзей, а то сарамиски сомненно пустят под шпаги. Еще бы разумеется. Конечно. Как же иначе? Вот видите, и дело и без того скверное разрастется в такую историю, которая погубит нас всех четверых. А если же беда, допустим, обрушится только на головы Портоса и мою, вы двое останетесь на свободе и попытаетесь освободить нас. Что ж, Д'Артаньян, пожалуй, прав. Да, но если с вами что-то случится, как мы узнаем? Ну, то арестовать нас с Портосом без всякого шума боюсь невозможно. Это сразу станет известно. Ну, друзья, вы идите направо, мы с Портосом налево. Встретимся в Париже, прощаемся, друзья. А ведь не дурно мы провели время в Англии. Д'Артаньян, не надо. Не надо делать вид, что вам весело. Да. Нелегко прощаться с друзьями. Черт возьми. Как не уютно. Как с кем? Прощайте. Идем в пасть кардинала Мазарини. Неизвестно, кто раньше попадет в эту пасть. КОНЕЦ Ну-ка, Мэнш, ну! Они, они арестованы, монсеньор, в замке Реаэль. Сопротивлялись. О, еще как! Мы потеряли восемь человек. Ох, дьявол! А остальные те, двое. Вероятно, в Париже. Но вы же не приказывали. Да, 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 да. И все-таки было бы лучше. Никогда не знаешь, что ожидать от них. Насколько было бы спокойнее, если бы все четверо. Но пока это недостижимо. Следить за пленниками, Комэнш. Следить они способны на невозможное. Следить! Да, мы сидим здесь уже седьмые сутки. Да, вы сами виноваты, Д'Артаньян. Я предлагал вам... Выломать дверь? Да. Да. Это слишком просто, Портос. Ну, я ушел бы просто без затей. Честное слово. Да, не имея оружия, не зная пароля. А тут ведь часовые. Да, устраним часового, заберем оружие. Да прежде чем умереть, он заорет благим матом. Нас окружат, схватят. И бросит в какой-нибудь каменный мешок, похуже Рюеля. Если бы мы были вчетвером, вы правы. Ух, если бы вчетвером... Не верю, чтобы такая тонкая ищейка, как Арамис, и такой умница, как Атос, не отыскали бы нашего убежища. И вот тогда придет время действовать, Портос. А сейчас... А сейчас... Будем веселее. Да-да, давайте шутить со стражей, когда они подходят к решеткам, а? А зачем? Да на всякий случай, Портос. Говорят, Мазарини и королева приехали в Рюель на сессию. Какое-то имеет значение для нас. Кто знает. Кто знает. А может быть, имеет. Я должна его принять, кардинал. Я не могу отказать. Вы забыли, Ваше Величество, что граф де ля Ферр и его друзья освободили Бафора. Забыли, что граф де ля Ферр близкий друг Д'Артаньяна и Дювалона, которые здесь в тюрьме. Я ничего не забыла, но есть ведь... Забыли, они мои враги. Они действуют всюду. На меня ополчился весь Париж. Ополчилось все дворянство. Требует моей отставки чуть ли не смерти, а вы их принимаете. Дворянин просит аудиенции. Я не могу отказать. Ну, хорошо. Примите его. Только я буду здесь. Капитан Куменш, пусть войдет граф де ля Ферр. Благодарю, что соизволили принять меня, Ваше Величество. О чем вы хотите говорить со мной, граф? Ваше Величество, двое самых ваших преданнейших слуг, господа Д'Артаньян и Дювалон, возвращаясь из Англии, исчезли, вступив на французскую землю. Я обращаюсь к Вашему Величеству с покорной просьбой сказать мне, что стало с моими друзьями. И, если понадобится, просить у вас правосудия. А, так вот ради чего вы беспокоите нас среди великих забот, которыми мы заняты. Это дело полиции, сударь. Господин кардинал, я убежден, может ответить на этот вопрос, если Вашему Величеству будет угодно, спросите его. Но мне кажется, вы сами сейчас спрашиваете его. И я имею на это право, Ваше Величество. Дело идет о Д'Артаньяне. О Д'Артаньяне. Думаю, вам знакомо это имя? Граф, я отвечу вам. Эти люди выказали неповиновение и за это арестованы. Я умоляю Ваше Величество освободить из-под ареста господ Д'Артаньяна и Д'Авалона. Это вопрос дисциплины, сударь. Меня он не касается. Господин Д'Артаньян никогда так не отвечал, когда дело шло об услуге Вашему Величеству. В Англию Д'Артаньян ездил не впервые. Двадцать лет назад ради чести одной великой королевы. Кардинал! Нельзя ли что-нибудь сделать для этих дворян? Всё, что прикажете, Ваше Величество. Слышите, граф, ваше желание будет исполнено. Меньшего я и не ожидал от правосудия Вашего Величества. Я правильно понял. Я увижусь с моими друзьями. Вы их увидите, сударь. Ступайте. Кардинал! Прикажите арестовать его! Я сам хотел просить Вас об этом. Головорезы, воскрешающие традиции прежнего царства, не вредны для нас. Капитан Коменш! Там инсеньор! Только что отсюда вышел вельможа. Граф Д'Артаньян Я знаю. Арестуйте его, пока не ушел. Как арестовать? Да-да-да, арестуйте и в Рюэль. Поместите его с теми двумя, Монсеньор? Боже, сохрани! Если мы расположим всех троих вместе, нам придется удвоить охрану. Вы напрасно улыбаетесь, Коменш. Вы их не знаете. Тогда почему вы держите их в тюрьме, Монсеньор? Эти господа не устники. Нет. Коменш, они мои дорогие гости. Я их глубоко уважаю и в доказательство сегодня вечером нанесу визит графу Д'Аляферу и побеседую с ним наедине. Так ему и передайте. Да, Монсеньор. Отведите его в оранжевый павильон. Я там обычно гуляю. Совершая сегодня вечернюю прогулку, я и зайду к нему. И, может быть, мы поладим. Идите, Коменш, идите. Не понимаю, зачем вам этот наглец, кардинал? Он умный и честный человек. Раз. Во-вторых, пользуется огромным авторитетом среди дворянства Франции, и которые требуют моего отречения. Мне нужны такие люди, Анна. Я попытаюсь договориться с дворянством через этих людей. Но если не получится, тюрьма есть тюрьма. Из которой они в один прекрасный день выйдут. О, в Париже есть Бастилия. Она безмолвна и надёжна. Эти храбрецы сгниют в ней, если не захотят помочь мне. Спокойной ночи, моя прекрасная королева. Что? Что вы сказали, Коменш? Атос здесь? Да. В соседнем павильоне, господин Д'Артаньян. Атос арестован? Когда? Вчера, после приёма у королевы. Атос арестован? Уверяю вас, это какая-то ошибка. Кардинал сегодня вечером даже собирается сам посетить его. Кардинал посетить Атоса здесь? И граф поручил передать вам, что воспользуется этим и будет просить кардинала о смягчении вашей участии. Хорошенькое дело. Граф Д'Аляфер, знатнейший вельможа Франции, просит милости у итальянца Мазарини. Хорошее дело. Нет, нет, Коменш, вы, конечно, ошиблись. Мазарини не придёт сюда, он вызовет графа к себе. Да нет, это точно. Кардинал посетит графа. Что же, кардинал гуляет в оранжерее? Он запирается в ней каждый вечер, размышляет там о государственных делах. И, конечно, ходит туда с конвоем. Нет, нет. Его сопровождают два солдата, швейцарцы. Это их вы вызываете каждый вечер? Иногда они по получасу прогуливаются под нашими окнами. Они ждут кардинала. Я вызываю их, когда кардинал выходит из замка. Ах, сударь. Вы не забудете напомнить графу, чтобы он попросил за нас? О, Д'Артаньян так унижаться не ожидал. Я всё передам. Прощайте, господа. Прощайте, спите спокойно. Портоз! Что? Что? Что с вами, любезный друг? Что вы меня пинаете? Да не трясите меня за мою перевязь. Да вы с ума сошли, мой бедный друг. Да мы спасены, Портоз, спасены. Напротив, мы все трое в мышеловке. Она хороша для двоих, но для троих, Портоз. Слушайте, вы всё ещё желаете выйти отсюда? Более, чем когда-либо. Можете вы сломать решётку на окне? На окне? Да. Ну, попробую. Попробуйте. Ну-ка, ну-ка. Вот этот пручик. Отлично. Ничего особенного. Кирпич довольно рыхлый. Отлично, Портоз. Вот чего кардинал не сможет. Может, ещё выдернуть один прутик? Достаточно. Отверстие достаточное. Да. Слушайте внимательно, Портоз. Скоро под окнами пройдёт солдат. Ага. Я подзову его. Так. Предложу выпить, если царцы любят выпить. Тихо. Вы просунете в отверстие руку. А, в отверстие? Да-да-да-да. Схватите его за шиворот и втащу его сюда. Вот вам уже один комплект одежды и оружия. То же самое проделаем со вторым. И со вторым. Вам ясно? Д'Артаниадовый гений. А то справа. Тихо. Тихо. Один, по-моему, уже вышел. Вы готовы? Готов. Всё в порядке? Комэнш? Да, мансиньор. Солдаты ждут. Те же швейцарцы? Да, мансиньор. Они плохо понимают по-французски. Отлично. Проводите их в оранжерею. Солдаты. Повезло, Портос. Мы успели выбраться из окна. Теперь ни слова. Шляпу. Надвиньте шляпу на лицо. Солдаты. 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 Где вы тут? Темнота страшная. Я воль. А, вот вы. Идите за мной. Приказ простой. Пропустить в оранжерею только одну особу. Повинуйтесь этой особе беспрекословно. Я-я. Вот. Заргут. Заргут. Вот. Вот здесь. Сидите и ждите. Где-то рядом павильон, в котором Атос... Стоит только двинуть плечом. Да ставьте ваши плечи, Портос. Ждите спокойно. А, чего не люблю, это ждать. Тихо. Молчите. Он идет. Друзья мои, вы знаете приказ? Я воль, маньхер. Немец. О, прекрасно. Ждите здесь. И никого не пускайте. Я скоро вернусь. Быстрее за ним. Тихо. Ни звука. Пусть отойдет. Упустим. Ничего, ничего. Еще секунду. Ушел. Ушел. Ну вот, теперь пора. Вот она. Оранжереи, Мазарини. Ух, какое великолепие. Гранатовые, апельсиновые деревья. Все в катках. Лей и Портос. А кардинала-то нет. Я же говорил. Да, куда же он девался? О, одна катка с деревом сдвинута. Люк. Люк, смотрите. Да-да. Лестница ведет вниз, в подземелье. А, скрытый механизм. Я все понял, Портос. А я нет. Лестница ведет в сокровищницу Мазарини. О которой много говорят, но никто не знает, где она. А, понял. Он там считает золото. Ага. Он поднимается. Идемте, идемте, Портос. Сюда. Сюда. Плечьте поставим. Мешочек золото. На это я куплю пятерых советников и двух генералов. Вот и все. И катка на месте. Проведаем теперь графа де ля фер. Ах да, нужно захватить с собой этих солдат на всякий случай. Не беспокойтесь, монсеньор. Мы здесь. Ой. Как вы неосторожны, монсеньор. Уронили фонарь. К счастью, он не погас. Здесь ужасно неудобно бродить в потьмах. Можно споткнуться окатку и упасть в какую-нибудь яму. Вертоньяр. Дюгалон, о боже. Только не надо, не надо звать охрану. Теперь, как видите, мы будем вас охранять. Портос, ваши пистолеты заряжены? Конечно. Вы к графу де ля фер, монсеньор? Надеюсь, мы вас не стесним. Вы идите вперед, а мы за вами, монсеньор. Вот сюда. Осторожно. Не вступитесь, монсеньор. Вот я быстрейчу. Вот сюда. Вот мы и на месте, монсеньор. Пожалуйста, откройте дверь. Не волнуйтесь. Осторожнее. Ваше Преосвященство, вы могли бы прийти ко мне без провожатых. Неужели вы думали, что я могу забыться и... Дорогой граф, это мы с Портосом. Д'Артаньян. Портос. Что это значит? Роли переменились, граф. Теперь я пленник. Вы хотите потребовать у меня свободы. Я возвращаю ее вам. Да-да. Чтобы через пять минут опять арестовать? Слушайте. В конце коридора есть дверь. Вот. Ключ от нее. Дверь ведет в парк. Перелезьте через стену парка. Там большая дорога. Лес. Свобода. Ну? Согласный. Монсеньор, проведите нас сами до той двери. Да. Господа. Прошу вас. Ну, извольте, сударь. Ну, вот и парк. Стена там чуть дальше. Какая темная ночь, монсеньор. Монсеньор, а мы совсем не знаем местности. Если бы вы довели нас до стены. Ну, хорошо. Идемте. Идемте. Ну, вот, стена. Вы удовлетворены, сударь? Атос! А ну-ка, влезайте на стену. Живо. Хорошо. Так. Ну-ка, перебрались. Живы. Целый невредим. Ну, теперь я. Портос. Да. Держите кардинала. А ну-ка, подставьте мне спину. Так, так. Вот. Вот я и на стене. Теперь давайте сюда кардинала. Портос. Ваше присоединение. Если попробует пикнуть, придушите его. Только легонько, Портос. Я понял. Господа. Господа, это что же? Это очень быстро. Отлично. Он на стене. Я держу его. Кардинал. Сию же минуту прыгайте вниз к Атосу, или я убью вас. Сударь, вы нарушаете обещание. Я вам что-то обещал, Монсеньева. Благодаря мне вы получили свободу. Это выкуп. Ну, а выкуп за тенесметные сокровища. Которые хранятся в оранжерее под землей. Нажав пружину, вы... В борис, милосердный, я пропал. Атос! Я спускаю вам кардинала. Держите его. Что его? Портос, вот моя рука. Поднимайтесь. Поднимайтесь сюда. Ну, вот. Вот и все. Из места буду стрелять. Рамис, это вы? Д'Артаньян? Рамис, это мы. Портос. Так вы свободны, друзья. И без моей помощи. А у меня здесь человек 60. Мы готовились к Ассаде. Ну, как вам удалось вырваться из рук этого подлеца Мазари? Ну, что вы. Мы свободны только благодаря ему. Вы, как всегда, шутите, Д'Артаньян. Такой жулик. Монсеньор, позвольте вам представить шевалье Д'Арбле. Он давно мечтал быть вам представленным. Кардинал? Славная добыча. А куда мы его отвезем? Да, куда мы поедем? К вам, Портос. Что? В ваш прекрасный замок Пьерфон. Не слишком далеко и не слишком близко от Парижа. Монсеньор, вы будете жить там, как король. Сверкнутый король. Военная фортуна капризна, Монсеньор. Мы не станем злоупотреблять положение. Но мы им воспользуемся, Монсеньор. Напрасно вы думаете, что это авантюра вам удастся, господа. Конечно, во дворце меня уже хватились. И королева этого так не останется. Эй, друзья, сюда, сюда, скорее. Да-да. Лошадей. Прошу вас, шевалье. Вы, вы отвечаете за то, что случилось, Команш. Боже величество, я ничего не понимаю. Мы нашли двух раздетых и связанных солдат. Пленники исчезли вместе с кардиналом. И никто, никто ничего не слышал, не видел. Куда его увезли? Куда увезли кардинала Команш? Ваше величество, если бы я знал. Немедленно, немедленно всех на розыске кардинала Команш. Если до утра вы его не найдете, вы отвечаете головой. Я бегу, ваше величество, я бегу. Приму, приму все веры, все веры приму. Увезли. Похитили. Боже мой, какие люди. Какие страшные люди. Что с ним? Где он? Может быть, страдает. Может быть, заперт в темнице. А может быть... Убит. Вы собираетесь убить меня, господа? Монсеньор, убить священника, это дурной тон. Тогда что же вы хотите от меня, господа? Монсеньор, все очень просто. Вы должны подписать несколько наших условий, и все, и вы свободны. Ну, говорите, что у вас за условия, граф, вы. У меня одно условие, монсеньор. Свобода моим друзьям и полное прощение герцогу Бафору, чтобы он мог вернуться в Париж. А для вас лично? Для себя мне нечего требовать, монсеньор. Теперь вы, господин Дербле? Я тоже только для Франции, не для себя. Монсеньор, удовлетворите требования парижан, отмените новые налоги. Что? Ну, народ измучен, он голодный и нищий. Ваши ставленники обобрали народ Франции, измучили его взятками, поборами. Накажите виновных, монсеньор. Налоги? Но, сударь, государственная казна и так пуста, в казне нет денег. А если подумать, монсеньор, и вспомнить некую оранжерию? Хорошо, 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 согласен. Вот договор, монсеньор. Тут все, кого наказать, кого снять с должности, какие налоги отменить, все, все, все. Теперь вы, господин Дертальян. Монсеньор, я согласен забыть все и служить вам дальше, но с тем условием, чтобы вы сделали меня капитаном. Слава Мазарини. Ну, а вы, господин Диволон. И я, и я хотел бы, монсеньор, чтобы вы почтили дом, оказавший вам гостеприимство, возведя его хозяина в баронское достоинство. Все? У меня все. Значит, я остаюсь министром, господа? И даже фаворитом ее величества. Если согласитесь сделать то, о чем мы вас просим, подписать договор. Да. Я-то, может быть, и подпишу, но я могу уручаться только за себя, если ее величество откажет. Вы сначала подпишите, потом поговорим. А если я не подпишу? Тогда пеняйте на себя. Через два часа к утру Париж узнает о том, что кардинал исчез. Народ будет ликовать. Представляете, что начнется? Бунт, свержение власти и революции. Королева отомстит за меня. Парижане за нас вступятся. Но если я подпишу договор, а королева его не утвердит? Утвердит, мансеньор. Я сам отправлюсь к ее величеству. И вы осмеливаетесь признаваться мне в вашем преступлении, сударь? Рассказывать о вашей измене? Ваше величество. Нет, ни преступления, ни измены. Мы были убеждены, что произошло недоразумение. Поэтому и увезли его преосвященство в замок господина Дюваллона, чтобы там спокойно объясниться. Я слушаю вас и любуюсь. Редко мне приходилось встречать подобную наглость. Я сейчас же велю вас арестовать и сама двинусь во главе армии освободить своего министра. Нельзя, Ваше величество. Если я не вернусь в назначенный час, мои друзья повезут господина кардинала в Париж и отдадут в руки разъяренной толпе. Вы мне угрожаете? Мне, матери вашего короля? Ваше величество. Взгляните на нас, четырех верных ваших слуг. Двадцать раз мы рисковали жизнью за Ваше величество. Ни словом. Ни вздохом мы не выдали той великой, священной тайны, которую хранили вместе с вами. Поверьте, Ваше величество, кардинал должен уступить, иначе чаша переполнится. Принцы военные, с ними шутить нельзя, им надо уступить. Скажите слово, слово, государыня, и настанет конец. Мир сменит войну слезы, и уступит место радость. Где договор, сударь? Вот он. Вот. Бумага, как видите, целиком написана рукой Мазарини. Вам нужно только написать. Я согласна утвердить договор, предложенный парижанами и господами, чьи имена указаны в договоре. Дайте мне перо, сударь. Вот. Берите вашу бумагу, сударь. Какое мне жаль. Ваше величество, вы плачете. Я не хочу пользоваться случаем. Возьмите обратно бумаги с вашей подписью. С этой минутой она ни к чему вас не обязывает. Даю слово возвратить вам Мазарини без всяких условий. Нет. Вы правы. Я вас не знала. Вот бумаги. Я даю их вам добровольно, сударь. Ступайте. И привозите скорее ко мне кардинала. Итак, мы опять прощаемся, господа. Наша последняя встреча. Это печально. Ну, не грустите, Портос. Жизнь еще не кончена. Ну, а мне, например, нечего больше делать в Париже. Все условия договора выполнены. Мои друзья на свободе. Ах, поеду в свой монастырь. А я, друзья, вернусь к себе в поместье. Признаться, я устал от бурь и волнений. Стану мирным сельским жителем. Послушайте, Д'Артаньян. Бросьте службу и поедемте со мной в Перфон, а? Мне дома приготовлена такая торжественная встреча. Соседи лопнут с досады, а? Ведь я барон. Благодарю за приглашение, барон. Нет, скоро начнется война. Мне придется участвовать в ней. Ну, и я надеюсь еще чего-нибудь добиться. Ого, Д'Артаньян, кем же вы хотите стать, если не секрет? Маршалом Франции, черт возьми! А что вы его станете? Прощайте, арабист! Барто! Будьте счастливы! Прощайте, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok